Музыка Извиняюсь, это очень вкусно, это правда. Я не люблю молоко полтора процента жирностью. Я не знаю, за что я там плачу деньги. За белую воду, то есть молоко, которое пропущено через сепаратор, все сливочки куда-то делись на какую-то сметану мифическую, которую я в магазине не могу купить. Поэтому предпочитаю и молоко 4, и 5, и 6, которое продается в бочках, замечательное молоко. Обожаю его просто. Ну и сметанку, конечно, люблю 30-ку. И научу вас готовить картошку очень вкусную. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня речь пойдет о сузьме. Вот я слышу уже там, да, у меня там за телевизором. Да какая сузьма, что она там придумывает? Да не придумываю я. Молоко плюс 100 грамм катыка, это будет снова катык. То есть вот тот йогурт вожделенный, который нам нужен. Но что делать, если этого молока просто завались? Вот посмотрите, видите, это катык и это катык. Да, таким количеством йогурта, который у скотоводов есть, можно накормить там вообще целую армию. Но есть еще одно состояние катыка, и оно очень интересное, и более компактно занимает место. Зато оно вкуснее, чем катык. В 100 раз это точно. Вот есть такое состояние кисломолочного продукта, которое называется сузьма. Для того, чтобы получить сузьму из этого катыка, нам нужно взять клинковый мешочек или просто мешочек. Вот у меня есть такой мешочек для варки риса, круп всяких. Он тоже годится. Единственное, что я сделаю, выверну его наизнанку. Ну, чтобы не было швов внутри, где будет находиться вот этот катык. Потому что тут вот ниточки, лохмотьи могут быть, нам это неинтересно. Значит, посмотрите, я возьму для начала маленький. Это кондитерский корнет, так называемый. Он треугольной формы. Для того, чтобы нам воспользоваться им как клинковый мешочек. Почему клинковый? Да клином, потому что сшит. Некоторые говорят, что такое там написано, надо клинковый взять мешочек. Да потому что клином сшите ткань сами. Это будет клинковый мешок. И вы всегда им пользовались раньше, в далекие времена хорошие. Когда мы сами делали творог из большого количества молока, которое выпить там мы и наши детки не смогли. Он превращался, это молоко превращалось в кефир, в простоквашу. И как бы потом мы слегка нагревая температуры до 60-70, мы отсаживали в какой-нибудь мешочек. А лучше, если это клинковый. Почему? Да потому что площадь заполнения, видите, имеет какую форму. И вода будет скатываться быстро и очень правильно. Потому такой формы. Вот теперь нам надо этот катык. Я уберу это. Мы не будем большое количество делать, потому что это я делаю в тишине и одна. А мы этот катык отправим в этот мешочек. А вот посмотрите, немножко тянется. Видите, как тянется молоко? Помните, было такое молоко с бактериями ацедофила? Ацедофила. Боже мой, я обожаю ацедофильное молоко. Его перестали делать только. Делают какой-то несколько иной продукт, к сожалению. Но, как видите, для того, чтобы есть правильно, вкусно и накормить своих деток, и чтобы они ели с удовольствием и много, надо все-таки немножко потрудиться. Девочки, 15 минут для такой вот красоты. Ну, я не знаю. Но у меня нет условий. Вы хотите очень хороший, вкусный черемуховый торт на Новый год, да? Да, я слышу, как вы говорите. Да, ка сметаны такой нету. Правильно, девочки. Сметана, которая нужна для того, чтобы ее взбить, она должна быть не менее 27% жирности. Это только... Ой, извините, это очень вкусно. Это только президентская сметана такая. Да, называется президент. Не надо делать такое лицо. Значит, если вы хотите правильно все взбить, и чтобы у вас все получилось, конечно же, вам надо сделать сузьму. Ну, вот что будет кремом потрясающим. Запомнили? Сузьма называется. Это провисит до следующего утра. Можете связать и положить в друшлаг. Тоже допускается. Все будет стекать правильно. Посмотрите, отходит жидкость. Причем она же прозрачная. Это я тут обляпала случайно. Она же прозрачная. И представьте себе, что там в итоге получится. Вот то состояние продукта, который у нас получится, сузьма. Если вы захотите сметаны, возьмите ложку, разбавьте кипяченой водой, получите шикарную сметану. Хотите сливочного масла? Да, возьмите, слегка взбейте и получите сливочное масло. Творога хотите? Тогда слегка нагрейте и получите шикарный творог. Ну, слегка я уж пошутила, конечно, градусов 60-70. Вот что такое сузьма. И народы наши, все наши братья, про которые я говорила, они-то умеют это делать до сих пор. И в каждой семье, где есть какое-то количество молока, они все это делают. И посмотрите, какие они румяные. Какая хорошая кожа у женщин. Где вы видели татарку некрасивую? Да у нее кожа, как у младенца. Вот я вам очень рекомендую еще и потом маски себе делать. Если, конечно, останется чем. Ну, а на этом все.